Сегодня в поселке Домбай приблизительно в 15 часов обрушилась часть ледника Алибек на высоте 2200 метров. Пострадала группа туристов из шести человек из Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярского края. Две туристки погибли, еще две пострадали. Указанная группа не регистрировалась в подразделениях МЧС. К месту происшествия выдвинулись оперативные группы главного управления Карачаевского местного пожарно-спасательного гарнизона, а также спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения. К месту происшествия также выехал начальник главного управления Александр Белоколенко. По информации Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии, по данному факту, следственным отделам по городу Карачаевску проводится доследственная проверка. На место происшествия выехали руководство отдела, следователи, криминалисты, сотрудники МЧС республики. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято просоциальное решение. Сегодня в Москве глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимреза в формате двусторонней встречи обсудил с ректором Московского государственного университета имени Ломоносова Виктором Садовничем намерение республики присоединиться к федеральному образовательному проекту «Вернацкий». Он предполагает создание в регионах научно-образовательных консорциумов, объединяющих университет с местными вузами и НИИ, а также социально-ориентированным бизнесом, и направлен в первую очередь на повышение роли университетов в социально-экономическом и научном развитии страны. В рамках встречи Рашид Тимрезов и Виктор Садовничий также обсудили перспективные направления сотрудничества между вузом и республикой. Кроме того, в рамках беседы было решено провести в 2022 году на площадках университета выставки декоративно-прикладного творчества народов республики в рамках празднования столетий Качаао. В садах Карачаево-Черкесии созрели яблоки. Спелые плоды уже срывают с деревьев. О том, как правильно нужно заготавливать фрукты, сколько человек работает на сборе урожая и где можно их купить, узнавала Альбина Ламкова. Казалось бы, сбор урожая яблок – дело нехитрое. Но чтобы плоды дольше хранились, нужно правильно подойти к этому вопросу, учитывая ряд особенностей. Здесь яркие и сочные плоды яблок. Они богаты витаминами и микроэлементами. А чтобы правильно собрать урожай фруктов, подойдет вторая половина дня. Погода должна быть теплой и солнечной, как сегодня. Начинать срывать яблоки нужно с нижних веток, постепенно поднимаясь наверх к макушке. В садах Карачаево-Черкесии деревья усыпаны большим количеством плодов. На данном этапе собирают сорт джерамин. Форма яблок идеальная, окрас бордово-красный. Яблони высажены на площади 15 гектаров. А чтобы получить хороший урожай, фруктам необходимо уделять внимание и оказывать заботу, как маленьким детям отметил главный агроном садов Карачаево-Черкесии Арсен Кушхов. Это яблоко одно из востребованных на рынке, самое востребованное. Поэтому по вкусовым качествам она... Теперь мы проверяем, анализы берем и как раз подходит для съемок именно на сегодняшний день. Все стараются, работают, как бы собирают аккуратненько яблоко, чтобы не было битой ничего, чтобы не было дальнейших последствий при хранении. На сборе урожая яблок работает больше 200 человек. Фруктов в день собирают около 100 тонн. Труженики довольны и оплатой, и условиями труда. В день их оплата составляет 1200 рублей. Чтобы яблоки к зиме сохранились, что вы делаете, как вы собираете? Аккуратно их обрываем, во-первых. Аккуратно их высыпаем в контейнер. Которые с точечками яблоки попадаются, мы их убираем, чтобы в дальнейшем не пошла гниль в контейнере. Свежие натуральные плоды яблок можно купить и на месте, в садах. Реализуют в ларьке у дороги. Цена самая выгодная по республике. Насколько часто берете яблок? Почти каждую неделю, можно сказать, берем. А почему именно здесь? Да, и цены приемлемые, и яблоки хорошие. Продавец Ася Тибердашева четыре года работает в садах Карачаева Черкесии. Если необходимо, она поможет и в выборе фруктов. Ну, все равно. Сами покупатели, они так благодарят вообще, действительно, вот. Это неслышавая лесть. Это действительно, покупатели благодарят, подходят. Вот четвертый год мы им разрешаем. Самая фишка у нас что? Вот контейнера стоят по пять, по шесть штук. Люди подходят, выбирают, какие хотят. Все, мы им разрешаем. Поэтому у нас вот бойкая такая торговля. Ранее магазин фруктов работал с восьми утра до пяти вечера. Сейчас по просьбе покупателей график работы продлили на час. Альбина Ламкова, Роберт Джугутанов. Вести Карачаева Черкесия. Адыхабльский район. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 24 683 человека. Из них 22 088 выздоровели, 538 человек госпитализированы. Ну, а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии небольшая облачность. В горах местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 4,9. Температура ночью 8,13. А в горах до плюс 8. И днем 22,27. И в горах местами 15,20 выше нуля. В Черкесии небольшая облачность без осадков. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура ночью 11,13. А днем 24,26 градусов тепла. Спешите с 18 сентября в Кисловодском цирке уникальная программа. Экзотик-шоу «Алибрувер». Вятские меха в Черкесске. Шубы по низким ценам в рассрочку. Куртка в подарок. Торговый центр «Панорама». Первый этаж. Существует множество способов сделать предложение. Не жди идеальный момент. Бери момент и делай его идеальным. 5,8, 5, золотой. Тысячи причин услышать «Да». Спорткомплексе «Юбилейный» состоялась встреча олимпийских чемпионов в Токио по вольной борьбе с юными спортсменами. Олимпийцев наградили почетными грамотами и представили им в качестве подарка от республики жеребцов карачаевской породы. Подробности расскажет Мураджан Кезов. Эти именитые олимпийцы – настоящие герои, которые с честью выступили на играх в Токио и показали не только высокий уровень техники вольной борьбы, но и силу духа, волю к победе и несгибаемый характер. Сегодня мы горды, что наши земляки сегодня пришли, и вы получили их, что они пришли сюда, чтобы дальше могли горняться им, заниматься спортом, любить своих родителей, свою родину. И вы тоже, как они, могли поднять плавь по Российской Федерации еще высшим. Указом главы республики Рашида Тимрезова победителям и призерам Олимпийских игр вручили почетные звания заслуженный работник физической культуры Карачаева-Черкесии и именной сертификат на право владения жеребцом карачаевской породы. В ответном слове главный тренер России по вольной борьбе Джамбулат Тедеев поблагодарил за радушный прием и отметил, что у борцов из Карачаева-Черкесии есть все шансы добиться успехов на Олимпийских играх и других престижных мировых состязаниях. В Карачаеве-Черкесии очень хорошие традиции. Братья Тимрезовы, Суюнчев, Головко. Очень много таких ребят, которые в моем быту сборной команды были. Но после ухода Суюнчева и братьев Тимрезов, немножко так есть маленький спад. Почему мы сюда приехали по приглашению главы Карачаев-Черкесии Рашида Тимрезова-Баясмевича, чтобы здесь какой-то импульс появился в положительную сторону. На следующих Олимпийских играх во Франции, чтобы были представители Карача-Черкесской республики. У нас на сегодняшний день работает целое направление в развитии именно инфраструктуры в рамках национального проекта «Спорт. Норма жизни» и других федеральных целевых программ. Так что проделывается сейчас большой такой класс работы. На сегодняшний день можно посчитать, вот за последние 10 лет более 100 объектов уже введено на территории республики, спортивные инфраструктуры. Сегодня не хватает только одной – это упорство и дальнейшие тренировки для молодежи. В Карачаево-Черкесии спорт уделяется большое внимание. За последние 10 лет в городах и районах республики введены в строй 100 объектов спортивной инфраструктуры. И встречи с выдающимися спортсменами мотивируют наших детей, а сами олимпийцы – пример того, каких высот можно достичь, если упорно идти к своей цели. Мурат Сантьюзов, Исалам Урума, Вести Карачаева, Черкесия. 12 января прокуратуре России исполнится 300 лет. К этой знаменательной дате приурочили турнир по мини-футболу среди работников прохранительных органов и правительства республики. О спортивном состязании расскажет Карча Биджеев. В спортивных соревнованиях на стадионе «Нарт» приняли участие команды прокуратуры, правительства, народного собрания, мэрии, Черкеска, Следственного комитета, МВД. Прокурор Олег Жариков торжественно открыл мероприятие, обратившись к участникам с приветственным словом и пожелав им честной соревновательной борьбы, настойчивости и неиссякаемого стремления к победе. 12 января 2022 года, у нас знаковая дата, 300 лет со дня образования органов прокуратуры Российской Федерации. Прокуратура имеет замечательную историю. 12 января 1722 года указом императора Петра I о Сенате было предписано быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, при каждой коллегии по прокурору, коим рапортовать генерал-прокурору. То есть заложен фундамент для формирования органов прокуратуры. За 300 лет истории мы состоялись как один из важнейших государственных институтов обеспечения верховенства закона, защиты интересов общества и государства, права и свободы человека и гражданина. Противоборство команд на футбольном поле стало захватывающим и динамично спортивным зрелищем, где каждый старался проявить силу, ловкость, быстроту реакции. Игроков футбольного матча активно поддерживали зрители, пришедшие поболеть за участников состязаний. По итогам соревнований победителем турнира по мини-футболу признана команда Народного собрания. Второе место заняло управление Федеральной службой судебных приставов. Третье у Министерства внутренних дел по Карачаевой Черкесии. Я бы хотел поздравить всех коллег прокурорских работников со знаменательным событием, со знаменательной датой, с 300-летием, со дня образования прокуратурой Федерации. Пожелать всем крепкого здоровья, удачи. Любят болезнь от своих, а так здесь чужих нет. Ну, конечно, команда правительства – это наша родная команда. Ну, также команда парламент – это тоже наша родная команда. Ну, правоохранители – это те люди, которые пекутся о нашей безопасности. Так что тут кого-то выделить очень сложно. Поздравляя участников состязаний, Олег Жариков отметил прекрасную спортивную подготовку игроков, пожелал им новых побед и успехов крепкого здоровья и жизненной энергии. В завершении мероприятия состоялась церемония награждения. Команда победителя удостоена кубка. Все участники соревнований получили специальные награды. Карчабиджиев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Таким был вторник в Карачаево, Черкесии. Прямо сейчас продолжение сериала «Частная жизнь». Приятного просмотра и ждите вестей. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...